Александр Месапа 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 Откуда это берется? Тоже очень важно, что реабилитолог не понимает. Дело в том, что отечественная психиатрическая школа, которая ведет свое генетическое происхождение из немецкой психиатрии, следом за Евгением Блёером, считает, что у человека вообще не может быть иррациональных состояний сознания. В строгом смысле этого слова человек должен всегда жить трезвым, логическим разумом, рассудком. И никак иначе. Любой поиск иррациональности, то есть всего того, что мы называем отдыхом, отдыхом, расслаблением, Блеер считал безумием и даже пользовался немецким аналогом вот этого самого слова «одурманивание». В смысле оглупления этой эпизоды временного помутнения логического разума. Имеется в виду, что несмотря на то, что вся культура продолжает жить поиском иррациональных, особых состояний сознания, и я в данном случае совсем не только опьянение имею в виду, я имею в виду медитацию, йогу, транс, в который приходит человек, когда плывет в море и сгорает на пляже. Короче говоря, в жизни мы почему-то стремимся выключить разум. И я сейчас все равно не смогу объяснить, почему это происходит, но, видимо, потому, что именно в состоянии выключенного разума, по мнению самых древних югиозных систем на Земле, именно когда человек может отбросить свое логическое «я», в его душу может заглянуть Бог. Именно поэтому во многих культурах, в том числе и в русских, состояние медитации, духовного поиска, релаксации глубокой, считаются не просто нормальными, но и более чем доступными. Проблема всех наркотических веществ заключается в том, что человек, не знающий пути к этим духовным состояниям сознания, начинает принимать наркотики, чтобы подменить их. Ну, просто потому, что так проще. Так, между прочим, рассматриваю причины употребления наркотиков в трансперциональной психологии, если говорить очень просто. что я хочу сказать? Я хочу сказать, что до тех пор, пока психиатрия не признает, что существуют некоторые измененные состояния сознания, как потребность души, как естественная потребность души, мы никогда не сможем определить понятие «одурманивание». Потому что «одурманивание» в наиболее общем смысле – это и есть то самое исчезновение временное «я», потеря способности тестировать реальность. Вот либо мы скажем, вы знаете, есть нормальные измененные состояния сознания, необходимые человеку, как сон со сновидением. Вот есть места, которые психиатрия тактично не обсуждает. Ну вот, бывают сны, сновидения нормальные, а бывают ненормальные, патологические, от которых человек просыпается в холодной патологии. Но мы проводим во сне половину жизни. Это иррациональное состояние сознания. Разум, мы не работаем. Вот до тех пор, пока мы не скажем это ясно, не начнем диалог о том, что же такое нормальные измененные состояния сознания. Почему у человека есть потребность в состоянии сознания? Мы не сможем говорить об одурмании. Или начнем полицейскими методами ловить всех, кто нас дурманит. Помните ленинская религия и опиум для народа? Ну тогда я, например, смогу потребовать, чтобы молитва была признана наркотиком и заняться отловом распространителей. Что делать? И причем, понимаете, это не шутка. Это реальная нестыковка от того, что сегодня именует себя психиатрией. Почему именует себя? Потому что это наука о душе. И реальной потребности у человека, которую мы видим каждый день. Да, мы хотим прийти домой вечером и сделать так, чтобы наш логический разум некоторое время не работал. Мы хотим от него освободиться. Мы называем это состояние отдыха. Оно иррациональное. И, между прочим, если я приду домой, абсолютно трезво. Сложу ноги лотоса и начну медитировать. Неважно, по какой технике. Моя жена вполне имеет право прийти ко мне и сказать, он с ума сошел. Он с ума сошел, потому что он не участвует в воспитании детей, мытье посуды, уборке в квартире. А он, он же у него рациональный разум, он должен во всем этом участвовать. Этим опасно произвольное разбрасывание слов об одурманивании. Вот из вашего блестящего выступления я делаю такой логический, или, может быть, как вы сказали, иррациональный вывод, мы это по-разному, что вообще состояние сна, это тоже является одурманивающей состоянием. Нет, спать нельзя. Поэтому да, спать нельзя. То есть надо учредить специальную структуру полицейскую. Или если ты даже спишь, то нужно сны проверять какие-то и видишь. А как только не наркотические, а так и не наркотическую лабораторию. Да, одурманивающие. То есть получается, до абсурда доводится любое понятие. И, конечно, когда общественные деятели, выступая на эти темы, разбрасываются этими понятиями, не имея за этим ни правовую, ни лидическую, а тем более ни научную основу не понимая, ну, конечно, это приводит к парадоксам такого плана. Прямо этих парадоксов. 18 июня этот парадокс... Может явиться нам в юридическом документе. Обсуждают представители ФСКМ, МВД, Минздрава. Специалисты в области. Да. Вообще вот я связываю как вот эти события в единую цель, честно говоря, Александр Иванович. Один выступает, так сказать, серьезно, от серьезного ведомства, ранее существующего, сейчас оно преобразуется в другое, уходя от ответственности за предыдущую деятельность. Вот. А тут, так сказать, и со стороны общественный деятель. То есть у меня намечается такое впечатление, что это компания, которая ведет, даже выражусь таким словом, к определенной, так сказать, ну не фашизации, а именно введение каких-то, так сказать, ограничений страны, государства, наличности. Фашизации. А можно даже прожизации, чтобы быть более правильным. Давайте все-таки более детально посмотрим даже. Я просто этой темой... Почему эта тема была? Если мы возьмем... И внимательно посмотрим, тут написано, что здесь предложили внести общее понятие синтетических наркотических средств. И это предложение, оно может быть, по сути, и глупое, но родилось, оно как некое, пускай специфическое, тем не менее решение большой проблемы. Которое заключается в следующем. Те валом валяющие сейчас синтетические наркотики, спайсы, миксы, соли, там, с китайской стороны, со всех других там сторон, в синтетических, в этих вот, в лабораториях, которые спонсируются, содержатся наркоиндустрией и называются там зачастую дизайнерскими наркотиками, продуцируют новые соединения чуть ли не раз там в несколько дней. Соответственно, машина административная имеет лишь единственный способ, значит, запретить это, провести анализ, доказать, что это наркотическое средство, и после этого ввести некий там мораторий на поставку именно конкретно вот этого. Конечно же, они не успевают за тем мгновенным преобразованием вещества вырабатывать механизм противодействия вот такому, конечно же, нужно. Оно не должно быть вот так, я даже не знаю, как это, по-детски что ли, сформулировано, как наличие там одурманивающего эффекта, но тем не менее необходимо. Сформулировать, просто давайте различать, сформулировать общее представление о синтетических наркотиках, это может быть, а вот синтезировать общее представление об одурманивании веществах, это абстрактное понятие. Совершенно в согласии. И как только мы начинаем в карательных мерах использовать абстрактное понятие, это становится дискриминацией совершенно точно, потому что, если ты не используешь понятие «любовь», так, как я, вот мы договорились сейчас, что мы называем «любовь», будем использовать только это понятие, а всех остальных в тюрьму, потому что все остальные зависимые. Вот точно так же невозможно в культуре, не договорившись о том, что такое измененное состояние сознания и зачем они нужны, а еще раз я повторяю, проблема в том, что сегодня медицина и психиатрия, а реабилитология только-только делает первые шаги, и мы с вами только-только участвуем в судорожных ролях, как бы проблема и несомненный медицинский лидер, по числу, не знаю, прикованного, наговоренного, доказанного, то до тех пор, пока она считает, практически любое состояние, измененное состояние сознания, и одурманивание – это одно и то же. Мы с вами начнем попадать в такие юридические казусы, как бы нужно это четко развести. Можно ли сформулировать единое понятие синтетических наркотиков? Я думаю, что можно. Можно, даже если это по отношению к этим торговцам окажется чем-то несправедливым. Но только ни в коем случае нельзя формулировать общего понятия об одурманивании. Понимаете, в чем дело? Как о болезни. Потому что туда попадет сон. А дневной точно попадет. Вкалывает. А не сиесту, понимаешь? Чай не Испания. Ты психически больной. Поэтому я думаю, что вот на это обсуждение, которое планируется, или к этому обсуждению, было бы правильно подготовить, пусть крапка, описание того, каким образом видится правильный подход к вообще даже не решению, а сам подход к решению такой проблемы. И мы можем предложить такие подходы, но... Потому что это же... Для этого же кто-то нас должен попросить об этом. Я думаю, что это нужно... Или услышать, когда вы. Или услышать то, что сейчас прозвучало. Я рассматриваю этот вопрос как предупреждение возникновения наркомании. Запрет для того, чтобы предупредить, да? И посмотрите, что они удивляют одурманивающие вещества. Ведь если каждый человек зайдет себе домой, да, откроет там полки некоторые, там увидится столько... Такой набор лекарств. Для более того, в действительности, если сожрать, не глядя, лекарства из аптеки, просто влящие по аптечке, то будет одурманивающий эффект. И филипсин, допустим, да, можно. Вопрос в чем? Ну, дети-то в доме этого не делают. Проблема не в самом наркотике-то, или самом средстве. А в том человеке, который это делает. Надо показать модель, как относиться к тому или иной явлению. Значит, мы видим, что догнать, вот, или перегнать выработку новых синтетических наркотиков нереально. Ну, нереально на сегодняшний день. Реально создать систему, которая бы не позволяла бы... Систему воспитания, которая позволяла бы воспитывать таких людей, которым вели бы трезвый образ жизни. Они бы сами сепарировали, что можно, что нельзя. То есть, как профилактическую меру, да, тоже развивать это направление? Ну, от первого пути отказываться все равно не стоит. Нет, это не стоит. Нельзя, а забывать о этом путь. Вот о чем. Нет, я бы еще предложил бы вот такую вещь. То есть, издать инструкцию для нелегальной торговли различными веществами, которые написали, что продают только разрешенными веществами. А у всех, которые не разрешенными, ну, я в качестве ослабления вам привожу, что это все не разрешено. То есть, есть и такой подход. А что, суть? Как суть? Прямо понятие, так сказать, ясно, что разрешаем продавать там тремя видами веществ. Попадает они или не попадает, не важно. Мы вам разрешаем только, если вышли за этот список, все, вам не разрешено. Ну, а как еще? То есть, получается, я к чему опять веду разговор? Вместо анализа серьезного, так сказать, ситуации, объективных факторов, субъективных, человеческих и так далее, ищут простейшее решение. Выдать указивку, и все. На самом деле, ведь, я вообще не очень понимаю, это так международно. Я не очень понимаю эту проблему в принципе, потому что, ну, как бы, любое химическое вещество разрешено для употребления человека, оно должно иметь некоторую лицензию. Оно должно быть лицензировано в качестве пищевого вещества, пищевой добавки, лекарств. Я бы это как раз хотел сказать, что это было. Да. Как только мы говорим, мы вас арестовываем, предъявите, пожалуйста, лицензию на то, что это такое, действующая на территории этой страны, все вопросы закрываются. Конечно. В рамках вашего... Проблема вся заключается в том, что дело не в том, что они запрещены, дело в том, что они не разрешены, и этим можно пользоваться. Почему этим пользоваться не хотят? Ну, какие вещества у нас может использоваться человек? Он может использовать лицензированные лекарства, пищевые добавки, пищу, которая целую кучу санитарных требований в СССР содержит, но пока еще он может использовать, табак, который очевидные биологические параметры имеет, да, то есть, понятно, что это такое, и химический, и так, товарный вид. Что еще может быть? Алкоголь, да, там, спорит, промежуточность этого дела, но он сегодня лицензирован в качестве пищевого вещества. Правда? Значит, вот если мы берем ту часть закона о лицензировании веществ, которые мы продаем, продуктов, которые мы продаем на рынке, ни один из этих товаров не попадет. Ну, может, попытаться увеличить строгость, требовательность к этому самому лицензированию товаров на рынке. И оперативно. Ну, грубо говоря, да, вводим мы уголовную ответственность за продажу на рынке лицензированного товара. И все. Тогда под это понятие дурмающее нужно сразу пиво, энергетическое... Нет, ну, это само собой я сразу же рассказываю. Я про то, я вот этого никак не могу понять. Почему это не работает? Ведь я не только могу торговать запрещенными веществами, я еще могу торговать неразрешенными просто веществами на территории нашей страны без лицензии. Почему это нельзя использовать? Ну, увеличить строгость за определенный... Вот здесь можно сделать определенный как бы фрактал этих веществ, которые, условно, назвать синтетическими наркотиками. Да? Или, пожалуйста, даже синтетическими одурманивающими веществами. Потому что к синтетическим одурманивающим веществам молитвы не отнесем. Правда? Но совершенно не обязательно каждое из них запрещать. они же и так не разрешены. Посмотрите эту часть законодательства. В общем, нужно большой детальный анализ проводить. Понимаете? Да? На самом деле... Ну, конечно. Ну, я не знаю. Я сейчас вот здесь сварю какое-нибудь лекарство и пойду продавать. Ну, в общем, наверное, больные потребуют какой-нибудь от меня ответственности за это дело. Правда? Ну, не могу я этого сделать. Как раз это возможно, значит, мы просто какую-то часть законодательства уже действующим. Не умеем использовать. Не хотим. а там это все совершенно реально. Но вот мы же можем, да, некоторые говорят против Конституции, мы же можем увеличивать строгость в отношении табака. Еще как. И не, 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 вообще нам наплевать, что у нас 40 миллионов курильщиков. 40 миллионов. Как бы... И как они к этому отнесутся? Да плевать на нас хотели. А тут мы начинаем надо запретить. А может просто увеличить строгость контроля. И все. И как бы уголовную ответственность за продажу неразрешенных веществ, нелицензированных. Кто может торговать нелицензированными вещами? Почему за это нельзя ввести уголовную ответственность? Я никак не понимаю. Это, да, достаточно ввести понятие там нелицензированное лекарственное или нелицензированное психоактивное вещество. И все. Ну, и зачем их водить? Когда их и так нельзя продавать. И даже водить не надо. Понимаете, как я что-то? Ну, в общем, есть неинтересно. Есть пути еще и просветительские. Да, наша молодежь. Мы сейчас как-то местами поменялись. Я все время кричу, это оруси, что не может бутылка бегать за человеком. Это человек бегает за бутылкой. И шприц за человеком не летает. И в Вену сам не залетает. вы совершенно правы. Александр Георгиевич, просто тут же нужно учитывать то, что подход государственной службы в рамках очерченных ее полномочий он носит характер запретительный и как бы карательный, поскольку полицейская западающая. Мы говорим про ФСКМ, тут же говорится о том, чтобы наделить определенные полномочиями для запрещения. Подождите, я ничего не понимаю. Я, может, как бы темная как-то... Я же признаюсь в своей темноте. Я хочу сказать следующее. А кто занимается продажей нелицензированных китайских препаратов? Ее кто запрещает на нашем рынке? Ну, сначала начинает, наверное, государственный санитарный врач. Сейчас проводятся исследования по факту проверения. Нет, 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 нет. Никаких исследований не проводятся. Выяснили, да. Контрольная закупка исследований, потом проходит месяц. Пока не все Не, я опять не проверю. Но подождите, я никак не могу понять. Ну, кто это вещество разрешил? Оно пищевое, оно лекарственное. Лицензия на него нет. На него нет лицензии. У него есть лицензия, как, например, новая соль для ванны. Она, это не лицензия, действующая на территории нашей страны. Это китайская лицензия. Но в этом плане, значит, тоже надо лицензия. Я уже не говорю о том, что она липовая, изначально. Значит, смотрите, о чем идет речь. Вот я как-то в дектор добавлю от нас. И соль для ванны нового упасть. Если представляете, что значит на нашем рынке продать всерьез соли мертвого моря. Вы думаете, это без лицензии происходит? Еще как! С вас три шкуры снимут. Чтобы вы гарантировали подлинность этих солей, чтобы вы получили разрешение санитарной инспекцией. Бог знает, что еще. Думаю, что проблема не в том, что мы там продаем, что запретить, да? Вот, скажем, героин запрещен продажей. Сколько продают тон героинов в России? Я понимаю, о чем идет речь. Мы можем запрещать, но при этих запрет будут преодолеваться. Конечно. Наша задача, как предупредить это. Ведь, собственно, идея заключается в том, что предупредить о потреблении этих вещей. Потому что главное это методики воспитания, а все остальное потом. Я сейчас по-другому. У нас получается не потом, а параллельный. Вот в чем. Параллельный. Параллельный. Да. А это, знаете, вот как можно с тем же табакокурить? Нет. Я курю. Но я, я понимаю, что он бросает. И, в общем, я ни разу не пытался. Потому что, если я попытаюсь, мне будет стыдно, придется бросить. Честно. Я хочу сказать следующее. я хочу сказать, что я же не говорю, боже меня упасить, давайте курить в ресторане. Я говорю, вы водите драконовский эмир, а давайте введем вместо курилки в аэропорту комнатку, где человек может зайти курящий, подышать аэрозолью, или бесплатно взять пластырь, чтобы снять тягу к курению. Давайте делать не только против курильщика, но и что-нибудь для курильщика. Помогать им. Да. А давайте, хотя бременно. Да. А давайте как-то обратим на этих людей внимание. Они просто скажут, пошли вы нафиг. Потому что, как только мы говорим, пошли вы нафиг, люди начинают больше курить. Это как протест против насилия. Понимаете, какая штука? Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что это, вот это все, что мы обсуждаем, это необходимость параллельных воспитательных метров. Но, я вообще, сейчас про совершенно 18. Я про то, каким образом. Вообще, вот про то, что Владимир Александрович говорил, на территории этой страны можно продавать товар, даже не запрещенный, а просто неразрешенный. Ну, пойдите, попробуйте, я не знаю, привезти русское мясо в магазин в центре Лондона, и там его продать. Ну, как это вообще вы себе представляете? Скорее всего, так как это делается у нас, приехали на машине, открыли багажник, и все равно продали. Да, ну, только на улице, да, но в принципе, это преступление. Конечно. Тогда я не понимаю, почему это. Почему этот, вот я беру этот сегмент, за продажу нерицензированной продукции. Ввожу в него понятие нерицензированное лекарства или нерицензированные, даже, вот как там это, нерицензированные синтетические вещества. Да. И повышаю ответственность за это дело до там соответствующего кодекса, связанного с наркотиками. Они же все равно, они, эти вещества, не запрещены, но они и не разрешены тоже. То есть, форму надо поменять. Обычно говорят, как? Не запрещено, значит, разрешено. А мы, можно сказать... Меня удивляет, что мы ресурсами, уже имеющимися законодательством, пользоваться не хотим. Нет, там, наверное, надо что-то тоже менять, что-то добавлять. Но это гораздо проще, чем создавать дополнительную опасность для нормальных людей, вводя от фонаря в законодательном порядке понятие отрумания. Все правильно. Вот в чем дело. Выборное основание не терпит, ну, все просто, оно рассыпается. Оно никакой треиатритике не поддаётся нормальной человеческой. Да. Это все понятно. Но, тем не менее, какое-то основание все-таки должно быть тем более для этих именно синтетических новых вещей. Ну, давайте поищем. вот этого лицензирования. Давайте поищем. Ну, я думаю, тут надо не ограничиваться. Расколю уж тут привлекли и Минздрав, СКН, МВД и химия. Может быть, стоит как бы им рекомендовать добавить представителей как раз того органа, который занимается, в том числе обеспечением лицензирования. дюйм.